Айзек Барбер, или по-простому Изя Тирюльник, отправился в путешествие. Из начальной точки, попрощавшись с Олегом, коему я передаю отдельный пламенный салют, бритва через определенное количество времени попала в умелые руки Романа Григорьевича, который выполнил на этой бритве Регринт, и далее чудным образом она оказалась у меня. И ваш покорный слуга сегодня с 17 часов пополудни начал совершать таинство заточки. Справедливости ради стоит отметить, что сейчас у нас 34 минуты к полуночи. Другими словами, без малого я, посчитать, 17, 23, это у нас получается 6 часов потрачено. Что могу сказать в свое оправдание, которого безусловно мне нет, поскольку грош мне цена, и не мог я заточить несчастную бритвочку. Из этих, будем так говорить, 6 часов было потрачено на сведение кромки, это приблизительно там минут 15 от силы. И все остальное время я пытался выполнить предфиниш и финиш, я уже молчу про доводку, споткнулся, я в общем-то на финише, будем так говорить. Я перепробовал весь арсенал, который у меня был, имеется ввиду арсенал абразивов. Японские камни, сталь с ними не справляется, вообще по определению не справляется. Очень быстро кромка колется, она выпадает какими-то непонятными, отвратительными, мерзкими, какими-то заусенцами. Причем это происходит как-то, скажем так, не по всей длине, а какими-то отрезками и участками. Соответственно, все японские камни, коих у меня ни один, ни два я перепробовал, нет, металл не справляется. И можно было бы, конечно, допустить себе в голову мысль о том, что в какой-то степени, быть может, Роман Григорьевич, чего я, естественно, скорее всего, не допускаю. Допустил какую-то ошибку по термообработке, хотя он человек сверхопытный, тут опять же такие. Скорее всего, вот такая особенность стали. Я так, ну, так это вижу я. Поскольку, если бы были проблемы с, в общем-то, термообработкой, с уже финальной, при проведении регринда, тогда, я думаю, она бы осыпалась в случае вообще в любом, в любом, в любом, в любом. Бритву у меня удалось финишировать. Это, мне кажется, первый случай в моей собственной практике, будем так говорить, из последней итерации моей. Когда удалось мне это сделать на тюрингийце. Причем, опять же таки, я повторюсь, не доводку, там, в 21 проход, в легкую на зерно, а именно финиш. То есть, был взят камень, на этом камне была наведена суспензия. На этой суспензии бритва сначала, скажем так, зачистила следы работы предыдущего камня, потом она оставила свои, и потом, в общем-то, был произведен на ней финиш. После этого финиша, естественно, бритва была помещена на хлопчатобумажную стропу, и после этого была направлена на чистой кожу. Сразу должен отметить, львиную часть вот этого приличного временного промежутка, потраченного мной сегодня на обработку вот этой клинковой бритвы, я потратил, скажем так, прийти к тому, чтобы совершить финиш на тюрингийце, мне пришел уже, наверное, часа три назад. Но единственное, что меня не устраивает, это то, как выглядит фаска после, собственно, тюрингийца, поскольку он все-таки оставляет какие-то в определенной степени разрозненные риски, между которыми есть какой-то промежуток времени. Они достаточно, с одной стороны, достаточно упорядоченные, но прошу понять меня правильно, если сравнивать, допустим, финиш тюрингийский и финиш японский, будем так говорить, то по эстетике, как по мне, исключительно, опять же таки, субъективно, тюрингийец проигрывает. Но в данном конкретном случае другого решения у меня лично просто не нашлось. Я не смог подобрать комбинации камней такой, чтобы в конце получился удобоваримый тест нарез волоса. Поскольку, конечно, было бы... Да, бритву-то я не показал, прошу простить, как-то я увлекся. Вот таким вот образом она выглядит на данный момент времени. Надпись Old English. Вот она с другой стороны. Слишком полированная, чтобы на ней сфокусировалось записывающее устройство. Вот таким вот образом оно выглядит со всех сторон. Пожелания законного владельца я учел в полной мере. Никаких пинов я не подбивал. Поэтому Олег может спать спокойно. Хотя она, безусловно, за счет того, что установлены здесь дистанционные шайбы, она достаточно легко здесь вращается. Ну, это уже вопрос другой. Естественно, без привлечения оптики фаска кажется удобоваримой. И опять же таки... Все это, конечно, придирки мои, но... Я так придираюсь всегда. И на этом, в общем-то... Львиная доля моего подхода к процессу заточки как к таковому. Но, опять же таки, положа руку на сердце, сердце как раз у меня в данном конкретном случае и неспокойно. Как-то... Вот ничего мне здесь не нравится. Что-то здесь не так. Какой-то где-то кроется подвох. Хотя вот волосы на долбит в обе стороны никаких проблем. Причем, опять же таки... Я совершал финиш на японских камнях. После... Будем так называть... Японского финиша. Вообще бритва отказывалась волосы резать. Естественно, после правки, после полного процесса правки, это имеется в виду, включает в себя он и ХБ-стропу, и стропу кожаную. Но пасаран. Вообще. Тюрингиец. Вот, как бы, волосы нарежет. Но, опять же таки... Я не знаю, как это объяснить. Это на... Мне кажется, уже на уровне каких-то... Ну, личного опыта и каких-то собственных ощущений. Хотя, опять же таки... Какую-то... Я не буду утверждать, что это... Такого же производителя. Когда-то... Я уже спотыкался на старой английской бритве. Точно так же я не мог ее выдачить. Тоже был какой-то момент у нее именно по стали. Поэтому... Ну, мне, в общем-то, скрывать нечего. Я говорю все, как есть. Поэтому, вот таким вот образом... Олег, если... Приветствую вас, во-первых, сердечно. Во-вторых, остается одно. Поскольку я сейчас... Ну, технически я не могу это попробовать на себе. Соответственно, завтра, в первой же половине дня, бритва отправится к вам. И когда едет, вы ее в бою пощупаете. Как она себя покажет. Хотя... Сидит достаточно такой жирный и приличных размеров, я бы так говорил, песчаный червь. Огромный. Сомнение, который мне говорит о том, что... Больше нет, чем да. Вот таким вот образом. Поэтому... Ну, имеем, что имеем. У вас, в общем-то, там под боком есть суперспец. Если смотрит Алексей отдельный привет, то, я думаю, в принципе, как вариант, еще можно ему передать. А он как бы покумекает со своей стороны, что можно было бы предпринять в данном конкретном случае. Я же не истинно ни в коем случае в последней инстанции. Я просто... Просто стою и точу тихонько. Поэтому... На том и завершим данный такой сумбурный репортаж. Всем желаю здравствовать и радоваться. И до скорых встреч в эфире. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok